Итак, я снова с вами. У нас стартует вторая карта матча России против Норвегии, Де Тускан. И мы смотрим на нашу раунд в исполнении обеих этих команд. Думаю, можно еще раз пройтись по составам команд, для тех, кто подошел только сейчас, может быть пропустил наше первое озвучание. Думаю, самое время это сделать. Итак, состав сборной России. Дмитрий Богданов, он же Хуч. Михаил Скляров, он же Досин. Михаил Гаранин, он же Эвил. Станислав Федосеев, он же Танк. И Эдуард Иванов, он же Эдик. Состав сборной Норвегии. Карл Уильям Харлдсон, он же Калли. Майкл Сокки, он же Миккес. Мартин Салбакен, он же Хиллзерг. Пребен Гемелсеттер, он же ПРБ. И Кристин Хокленд, он же Корн. Ну вот, мы смотрим на первый раунд в исполнении россиян. Они начинают на ЗАТ. К сожалению, на Жене выиграть не смогли. И вынуждены начинать ЗАТ-Терроров. Смотрим, что придумают наши ребята. Видим мы МАС, малая комната. Там поджимы, естественно, с центра. Стандартная тактика. И это МАС. Дигзак, фасадочка в малой комнате. Сейчас будут включать на центр. Есть размены. Доси минус два. Полетели головы. Норвежцев. Да и не только норвежцев. Вот что-то обоюдно летят головы. Но сейчас танк минус два. Доси минус два. И ПРБ в одиночку. Вынуждены отстаивать честь своей страны. Причем, пока тут ПРБ выискивает наших ребят. Наши ребята уже давно отошли на А-план. И есть инфа по ПРБ. В любом случае, ему уже сделать ничего не дадут. Ну что же. Раунд нас берется за сборной России. Три минуса Доси. Два минуса танка. Хуч. Эдик и Евил даже не вступили в бой. Их помощь не понадобилась. Так скажем. Ну это радует. Почему бы и нет. Так. Трубадур. Хелдзерк. Давайте уберем мы Трубадура. Из его никнейма. Вот. Теперь все в порядке. Жесткая аркада пока там. Причем я не знаю, что делают россияне. Тут первый минус за Хелдзерком. Миккес. Ребята, что вы делаете? Доси минус два. Миккес уравнивает. Ну что ж такое-то? Что-то там непонятно было. Кто-то вообще бегал там чуть ли не с ножом. Спиной к ребятам. И к норвежским ребятам. Я имею ввиду. И это совсем не здорово. Три вновь ситуации. Три калаша против. Хуча и Эвила. В деле у нас два игрока. Виртуз Пром. И не дай бог ребята не затачат. Потому что. Такую отдачу отдать. Ну это как-то печально. Эвил. Повезло. Сейчас очень Эвилу. Хуч делает минус Юиспа. И Калли. Один в два. К счастью для нас. Здесь ТХП. Дигл. Ну и вряд ли Калли пойдет. Потому что он не знает, что Эвил Коцаны. Не знает, что... Ну хотя там вообще Юиспи. И... Это второй раунд за сборную России. Повезло. Действительно очень повезло. Дигл у Миккеса. Калашу Калли. Засейвленный Корн. Тоже берет Дигл. Так что... Да. Хеллзверк. Мас Дигл. До кубочка. К Калашу. И сейчас мы возможно видим снова что-то интересное. Какую-нибудь интересную аркаду. Или подсадочки. Вижу Калли. Подсадочка на центре. Хеллзверк у нас просто смотрит центр. И в общем-то крепление Апланта. Тут двое на катах. Двое на центре. Калли с Калашом. Делает отличную работу. И нашим ребятам, мне кажется, лучше уйти с этой точки. Потому что там мало того, что крепление. Там еще и Калли с Калашом. Все это совсем безрадостно выглядит для нашей сборной. Эйвилтанк потихонечку чекает зигзаг. Хуч на центре. Готов перетянуться и на Б, и на А. Куда ему скажут. И Эдик пока контролит коты. Выходит их. И надеемся на размен от Эдуарда. Ох, как же так? Эдуард Корн с Диглай ему вешает. Такую пощечину. 4 в 1. И что-то непонятное случилось в этом раунде. Калли уже второй или третий минус с Калаша. Эйвилт пока жив. Он 1 в 2. Бладен в 4. Остался 1 в 2. Два минус от Эйвила. И вся надежда на Михаила Гаранина, что этот раунд он потащит. Нет. Не получилось. Корн. В общем, что-то невнятное творится в рядах нашей сборной. Непонятно. Непонятно. То во втором раунде наши что-то запыли очень жестко, что здесь. Отдались на Калли с его Калашом. Потом на Дигл отдался Эдик очень жестко на катах. То есть не убил просто человека с Диглом. Причем что вышло, у него было время там и зажать на него. И даже перестать зажимать и выстрелить в голову. В общем, то, что творится сейчас, мне не особо нравится. И я надеюсь, что сейчас наши ребята такие справятся. И покажут то, что они показывают на Д-трейне. Очень хорошую атаку. Весьма и дисциплинированную. И весьма... Весьма четкую. Тем временем Михаил Зеркл сошел в аркаду по банану. Сделал минус АВП. И ситуация 4 в 5. Калаш, Калаш. Дигл, Дигл. Убивают нас, Куча просто вкалачивает ее в ящике. Танк сносит голову Корну. Три. Эх, их убивает танком. Два в четыре уже. В ПРБ у него есть два по кишкам. Слышь, что там прекрасно открывается дверь. Зажимает в Досе и все-таки убивает. Два в два. Очень быстро норвежцы смогли восстановить. Так скажем, равенство очков. И вот теперь у него с деньгами все просто великолепно. Я вижу АВП у Холдзерка. Но у остальных ребят тоже хорошие закупочки. А вот у наших ребят с деньгами очень и очень плохо. Глоки. Вот даже есть ножи, представляете? В итоге полный слив у наших ребят. Может быть какой-нибудь на Б, не знаю. Может быть на Зигзаг или что. На центр. На центр начинают слить наши ребята. Тыкают, тыкают. Контра на центре. Но нет. Тут, в общем-то, очень быстро сменная позиция от Корна. Тут же подтягивается Рикали с ХЕшкой. Еще один тиммейт. В общем, у контров все весьма-весьма тимплейно. Третий раунд за сбор Норвегии. Как бы это ни было прискорбно. За закупочкой от Россиян. Хиллзерк заходит в аркаду по центру, делаю пинус. Сейчас пытается Эдик его догнать. Выходит он, где же у нас? Эдик, Эдик, Эдик. Не слышу, Эдик уже зашел обратно. Не успели мы на него переключиться. И в итоге Хиллзерк безнаказанно просто зашел в аркаду, сделал минус ВП и ушел обратно к себе, как ни в чем не бывало. Жаль. Такое надо наказывать. Микки с в аркаде у нас по банану. Он с калашом. Его убивают. Отлично. Есть размен. 4-4 ситуация. И смотрим, в какой путь изберут наши соотечественники. Корни в аркаду по центру. Минусит ПРБ. Эдик. Хорошо дать с разворота вертушкой. Дость. Отличный минус. И 2 в 3. Калли и Хиллзерк. Хиллзерк с АВП. Калли с калашом на катах. Хиллзерк у нас с АВП где-то в районе Б планта. Вот он, да, находится у нас под Шоурмой. А наши ребята, в общем-то, весьма удачно для себя. Собираются идти на А-плант. Где их встречает Калли. Причем встречает совершенно негестеприимно. Без хлеба, без соли. А вот зато с калашом в руках. И еще дает кому-то из АВП в голову. Нехорошо. Нехорошо Калли. Слава богу, больше он минусов не сделал. И Хиллзерк, находясь очень далеко, вынужден принимать для себя очень сложное решение. Идти ему тащить. Рисковать. Или же сейвить свое оружие. Наш дорогой друг решил пойти рискнуть. По крайней мере, попытаться. Ну и смотрим. Смотрим. Есть ли у меня там по одному, по второму. И бедного Хиллзерка с двух сторон просто окучили. 3-3. Третий раунд за сборной России. Я вижу милая переписочка у игроков в чате. Вот пишет хоть что. Смотрите, слава моделька черная. Но зато твоя душа радужная. И, видимо, это очень забавно. Потому что люди смеются. Может быть, какие-то у них есть совместные истории. Не знаю этого выражения. Но все-таки мы возвращаемся в игру. Не будем придавать этому большого значения. Эдик смотрит банан с АВП. Смотрит аркаду. Причем дожидается ее. Дожидается. Молодец Эдуард. Миккес тоже заходит в аркаду. К своему тиммейту. Разменивает Эдик. К сожалению, Эдик этого не ожидал. Потому что Миккес проклялся. Буквально как ниндзя. Вы это видели. Я просто на корточках прошел в малую комнату. И терроры у нас зажаты. Один в кишке. Другой в большой комнате. И третий вместе со своим тиммейтом в большой комнате. Тут уже поджим из центра. Есть размен. Убивает Эвела. Доси ворвался через дверь. Два в три. Смотрим мы за Кейлом. Сталировым. Ах. Прямо с флешкой РК убивает. Убивает Кали Доси. И минус два от Кали. Последний хэдшот. 4-3. Видим мы упорную борьбу. Сборная Норвегия. Сборная Россия. В принципе пока все хорошо. Все под контролем. Причин паниковать нет. Счет для россиян тоже неплохой. Три раунда за атаку все-таки. Так что... Будем надеяться, что все будет дальше. И в таком же ключе. Хуч. Большая комната. Остальные прорываются по зигзагу. Там у нас находится Хилдзерг. Наверное с АВП или что у нас? Нет. Хилдзерг внезапно с Эмкой. Его пытаются затыкать. Миккес этого не дает сделать. Хуч. Размены. Эдик размены. Два в три. Неплохо. Было бы неплохо взять ган кому-нибудь из игроков. Но им этого сделать не дают. И в итоге притяжка под Б-план. Через банан. Через зигзаг. Сплит на Б вдвоем делают ребята. Смотрим мы за Хилдзергом. Он тут ныкается прямо. Ой. Не прощакали эту нычку. И в итоге... Эдик. Эдик один в три. Тут конечно без шансов. Эдик в пользу сборной Норвегии. Кто первую карту взял? Спрашивает нас Пепс 926. Первая карта у нас за сборной России. Этому осветил свой цифрка 1. В нашем хелсбаре. В плеербаре. В верхнем... В самом верхнем углу. Вернее по центру. Видите что у России 1. У Норвегии 0. Первая карта была Детрейн. И к счастью наши ребята смогли не без труда. Но смогли взять в свои руки первое очко. Тем временем у нас размен в пользу россиян. Вот теперь уравняли к сожалению составы. 4 в 4 ситуация. Кали убил Хуча. Доси вырывается по зигзагу. И видимо у нас будет заход на Беплайн. Не знаю сплитом или нет. Но пока... Видим мы что... Ребята не спешат. Кали поджимает центр. Убивает Кали. Дождались. Молодцы. Молодцы. Дождались они Кали. Понимает что... Контры чувствуют себя весьма-весьма неплохо. И в общем-то... Ох! Сейчас Эйла отличную голову повесил Миккесу. И 2 в 4. Смотрим мы за Корном. ПРБ убивает Корна. Сейчас вообще контры просто ничего не могут сделать. Ничего не могут противопоставить своим противникам. И просто отваливаются. Просто отваливаются. И исчезают с лица земли. С лица карты. Совершенно ничего не... Не давая взамен. Никаких минусов. Да! Отваливается ПРБ. 5 в 4. Молодцы. Драмер. Поменяй нику Доси. У него сейчас не Доси, а Доша. Ну, во-первых, я не Драмер. А, во-вторых, у него действительно сейчас в игре стоит ник Доша. Он с ним играет на... Клан Бэйзи. Так что ничего удивительного в этом нету. Закупочку обе команд у Эдика АВП за атаку. Это интересно. И нас ожидает спит на Аплант. Видим мы Эвила в маленькой комнатке. Остальные тиммейты его все в большой комнатке. И еще есть Доси. Он у нас идет через Кишку. Будет врываться через Крип. Мы от него уже видим неплохой заход. Главное, чтобы ребята с Котов не оплошали. И смогли сделать все как нужно. Первый минус за Эдиком. Тут еще будет выход через центр. В общем-то, он мечается отлично спит на Аплант. То есть, заход с разных точек, с разных направлений. А с противоположных даже минусует Эдиком. Но вот сейчас пора выходить Коты. Где же, где же Эвил? Эвил убивают. Ну и пора танку и Доси врываться на Аплант. Доси делает минус. Убивает Хуча. Два в три. Два в три. Террора в меньшинстве. Но он уже нужен минус от Танка. Стреляет он по ящику на Плэнте. Но тут уже кто-то из контроля вмешивается. Простреливает Танка. С 43 хп. Дается ХАЕшка. Неплохо. По косламике сам. Ох, Доси там прострел. В общем, через ящик делает первый минус. Минус от Танка. И один в один Корн против Танка. С 43 хп против 43. Равная ситуация у обеих команд. И раунд за сборной России. 5-5. Гоша, ты Украину будешь комментировать? Да. Я, конечно же, буду комментировать сборную Украины против сборной Швеции. Такой матч пропускать нельзя. Это будет потрясающая заруба. Потрясающий полуфинал. И я очень надеюсь, что Зиус и компания, или кто у нас там сегодня в сборной Украине. Да, Зиус, Маркелов, Ангел, Кучер, Ломафгод. Я надеюсь, что они смогут сегодня показать супер-класс и выйти в финал. Отдача. У сборной Норвегии в этом раунде ничего интересного мы не видим. Наконец-то отдача проходит как нужно. Никаких сюрпризов. И шестой раунд за сборной России. Ребята, играя за террори, вырываясь вперед, что очень и очень приятно. Хеллзеркл у нас смотрит Банан. Остальные ребята на Апланте, причем там жесткий поджим скотов. И пора бы нашим ребятам быстренько перетягиваться под Б, пока их там уже не заатаковали. Да, заход на Б-плант, причем без разменов, пока тут никого нету. Хеллзерк все-таки просыпается. Миккес, минуса. Снова не прощекает Хеллзерка в его нычке, в любимой за ящиком. Хеллзерка простреливает, похоже, свой, потому что он не реагирует на эти выстрелы. И два в пять наши ребята в межшестве, причем в очень жестком межшестве. Два в четыре, минус от Танка, минус от Доси, два в три. Причем очень коцанный Миккес, очень коцанный Хеллзерк, так что шанс на раунд есть. Смотрим. Очень внимательно смотрим за нашими ребятами. Доси, Танк, вся надежда на вас. Ой-ой-ой, убивает Доси, причем как раз вышел он на кали, и Хеллзерк снова в нычке. То в этой нычке, то в той нычке, никто бы там не чекает почему-то. 6-6, и счет у нас сравнялся. А тем временем нам сообщают, что Дания выиграла финнов. То есть, Дания у нас в полуфинале. Так что, кто выиграет этот матч, либо Россия, либо Норвегия, тот и выходит на сборную Дании. Очень серьезный соперник, и борьба будет в любом случае очень и очень жаркой. Надеюсь, конечно же, что выйдет сборная России. Снова у нас мячается спид на Аплан. Доси убивают в кишке Миккеса. Миккес отваливается, причем без разменов, конечно же. Он был один в кишке. И вот сейчас главное не отвалиться нашим котам. Ну, минусует Танка хуже, ребята, что же вы делаете? Этих размен 3 в 3, поджим с центром. И Эвил у нас в Гордом Одиночестве пока идет под Б-Плант. Остальные тиммейты тоже перетягиваются под Б. Ну, и там уже Хеллзерк, Корн. Причем Хеллзерк снова потрясающую игру показывает на Б-Планте. Он еще, по-моему, не разу не отвалился без размена. Делает там по минус 1, по минус 2 в каждом раунде стабильно. Причем делает их так из нычек из каких-то все время. Никто его не чекает. И это не радостно, совершенно не радостно. Доси у нас на зигзаге, Эдик у нас АВП на центре. Видимо, делается ставку на Михаила Селлерова, что он сделает размен на Б-Планте. И он его делает 2 в 2. Эдик у нас остается смотреть центр, отрезает центр, потому что понимает, что кто-то из конторов находится на АПЛанте. И он по-любому побежит у нас на А. Нужно его просто дождаться. Он его дождается и промахивается. Эдуард промахивается против Калли. Калли этого не прощает. И в итоге Доси 1 в 2. Смотрим за Михаилом. Ставится бомба. Ну, сложнейшая ситуация для игрока Москва 5. Два дула, выходит минус 1. И где же, где же второй? Нет, Калли, несмотря на то, что немножечко запоздал с выходом своим, то есть мог бы он в теории поплатиться. К сожалению, смог убить Досю. И седьмой раунд у нас в копилочке сборной Норвегии. 7-6. Смотрим за ситуацией. Первый минус от Хуча открывающий, причем мы от него это видим не так часто. Его тут же разменивают. 24 в 4. Заход на А план через центр, через Каты. Поджим от Корна. Причем Эдик зашел у нас уже к длине. Ой-ой-ой. Что он? Прозрел от флешки. Отличный минус от Эдика. И один в денешник у нас Миккис остается. Один в два уже. Против танка и против Эдика. Смотрим мы внимательно за Миккисом, потому что он в меньшинстве. Смысл смотреть за танком или Эдиком я не вижу. Должны они его убивать. Но мало ли, может Миккис затащит, кто знает. Эдик у нас на длине. Второй тиммейт на планте. И Миккис, в принципе, это прекрасно знает. По крайней мере, инфа по Эдику у него есть. И раунд за сборной России 7-7. Хочется отметить, что Хуч у нас, по крайней мере, на этой карте, в принципе, не выделяется. Но играет весьма стабильно. Вот, к сожалению, Эвил у нас весьма не выделяется. 7 на 12. Конечно, команда идет пока неплохо. 7-7 за терроров все очень даже хорошо. Но вот как-то у нас блистает Доса, блистает Эдик. Танк себя очень хорошо показывает. А вот Хуч с Эвилом как-то вот именно прямо на таких халатных моментах. Хотел по минус 3. Мы не видим, что же такое-то. Эвил оборачивается, дает свертушки просто. ПРБ. ПРБ не смог с Деглом с вами справиться. Видимо, не туда полетел у него что-то. Корн минусует Эвила. Но тут же Корн взрывает за это. Миккис говорит, Корн, Эвил был мой. И минусует его с Хаешки. Однако, отбросим в сторону все шутки. Смотрите, что делают нас норвежцы. 2 в 2. Миккис и Калаш, это очень опасно. Хуч делает размет. И Миккис 1 в 2. Фуф, Хуч вот сейчас блеснул просто. Блеснул. С вами Калашом. И восьмой раунд за сборной России. Смена сторон. Не имеется, когда финал Кубка? Ну, точно дата пока нету, потому что все матчи назначаются буквально... Иногда бывает даже за 20 минут до начала. Но следите за анонсами на нашем сайте. На сайте VirtusPro.org И вы ничего не пропустите. Народ, а когда следующие стримы будут? Просто я из другой игры не в курсе событий. Но стримы мне нравятся смотреть. Интересный комментарий стримера. Спасибо! Большое спасибо. Ну, а следующие стримы у нас будут... Ну, смотря какие, у нас стримы чуть ли не каждый день идут. Так что... Заходите на наш сайт почаще. Справа у нас есть раздел событий. И там все трансляции указываются. Там значок Counter-Strike. Помимо StarCraft. То есть, можно весьма удобно посмотреть, когда будут следующие трансляции. Там даты есть, время. Написано, что будет. И даже кто будет стримить. Так что, пользуйтесь функционалом. Он очень удобен. Все сделано специально для вас, дорогие наши пользователи. Видим поджим от куча. Поджим зигзага. У нас идет жесткий поджим малой комнаты. Но все норвежцы у нас находятся в большой комнате. Хотя это не мешает сделать кучу первой минус с UE-спам. Отличный хэдшотик. Отваливаются на скале. Ну и... Смотрим, что будет дальше. Разменивают этиком в Досе. Делают минус. Понимают уже, Контри, что это такое. Видят, они бомбы притягиваются. Сейчас просто будут жестко оттачивать терроров. И все развалятся. Да. Это и происходит. Террорам просто не дали даже пойти на коты. Просто несколько дул их всех встретили. Если вы понимаете, о чем я. И последних раздерки, что его просто затыкают около двери. Да. Смерть около двери. Прозаично. Раунд на сборной России. 9-7. Отличное начало игры. И... Ну, второй тайм. Второго тайма, я имею в виду. Весьма-весьма уверенно. Смотрим, что будет дальше. Очень хочется, чтобы дальше все было точно так же. Отдача на Б-плант. Причем отдача дегловы. То есть, ребята не теряют надежды взять этот раунд. И, в принципе, считаю, что они уже прошли на Б-плант. Эти надежды есть. Есть размен от ПРБ. Есть минус 2 от ПРБ. Смотрим за ПРБ. Может быть, это будет хайлайт какой-нибудь на... На хайлайт. Если можно так сказать. Я думаю, нельзя. Не важно. 2 в 3. ПРБ ставит бомбу. Минус 3 от ПРБ. Мы не зря за ним смотрим. Отличная игра. Это пока... Что делают эти ребята? Миккес. Минус деглаз. Хэдшот отличный. Доси 1 в 1. Причем 2 хп у Доси. Доси, не подведи. 2 хп против Миккеса. Миккес 53 хп с деглом. Да, но тут проблема в том, что 2 хп это очень мало. И даже Доси может спокойно отвалиться. Семь 2 хп. И нет. Фу. Раунд. Или что? Диффузы. Диффузы есть. Смотрим, успеет ли Доси раздиффузить. Надеюсь, что успеет. И тогда в копилочке у нас будет 10-й раунд. Нет. Не успел. Не успел Доси раздиффузить. Счет 9-8. Обидно, что не было диффузов. Обидно, что так отдались на деглы. ПРБ минус 3. Отличная игра. Там еще и включился Миккес, в общем-то. Да. Печально. Ну да ладно. Надеюсь, что это была небольшая оплошность. И сейчас Россия от нее оправится. И перестанет валять дурака. Начнет уже играть серьезно. Вижу диглбай. От россиян. Дигл, дигл, дигл. Нож, нож. Там тоже диглы. Вот у Эдика я вижу такой USP. Эдик с ним бегает у нас на АБ-планте. Хуч уже тем временем поджал малую комнату. Причем поджал весьма-весьма далеко. Он просто пробегал тут все. Дал инфу, что есть чувак в контроле еще малую комнату. И на этом успешно откинул свои коньки. Все-таки весна на дворе. Какие коньки, к черту. Три в пять. Контры в меньшинстве. У контров отдача. Так что, скорее всего, счет сравняется. Если, конечно, Доси нас удивит своим диглом. Если вы помните Доси, Тускан, его дигл минус три на Еспорт Универси. Может быть, смотрели мувик. Он там раздал очень-очень недурно. По головам. Но, тем не менее, все равно два в четыре. Тут Эдик перенимает на себя огонь на центре. И, ну, как-то все-таки маловероятно, я думаю, что из этой ситуации получится что-то интересное. Но, чем, черт не шутит, смотрим и за Доси. Но Эдик поздно разминивает. И в итоге счет 9-9. Она обсуждает полная отдача от россиян. Или что у нас? Эдик Эмко. Что же у остальных? Давайте посмотрим. Худч у нас есть в полноцентре. И вот мне интересно, почему же у Эдуарда-то у нас Эмко? Случайная закупка? Или все-таки надежда на Эдуарда, что он потащит раунд после того, видимо, эйса СВП? А при чем этих делают первый минус? На катах. Убивает Худча. Смотрим, смотрим за Эдуарда. Может быть, мы можем еще сделать минуса? Нужные, нужные минуса. Нет, не получается. И Доси 1-4, к сожалению. Еще один раунд стопилочек норвежцев. Преимущества уже и нет. 10-9 в пользу сборной Норвегии. Худч поджим центром. Поджим малой комнатки. Смотрим за Худчом. Немножечко он застопился. Видимо, получил флешки. До сих пор продолжает их получать. Причем находится он явно полубелый. Доси тем временем врывается с зигзага, судя по всему. Там уже и танк. Ну и теперь Худч должен делать свое дело. Врываться также с этой стороны. Или что? Слышит он врага на большой комнатке. Там делает минус 1. Отваливается. Дает инфу, что там есть враг. Ну и 4 в 2. Учитывая, что есть инфа по ПРБ. Калли у нас выходит через Крип. Смотрим за Калли. Даются флешки. И выход от Калли через Крип. В принципе, увенчался успехом. Есть размен. Отличная голова. Ну, тут уже просто количеством задавили наши соотечественники своих врагов. Ну, это, в общем-то, только нам в радость давить и дальше. 10-10. Счет равный. Пока совершенно непонятно, кто же победит. Но ясно одно, что у норвежцев закупочка. Это ясно, как божий день. По звуку закупки. Поджим от Доси. Поджим, по-моему, от танка по центру. Плюс поджим с зигзагом. В общем, намечается жесткий прессинг со стороны контрол. Смотрим за Доси. Он у нас как главный тащер сегодняшнего вечера наравне с Эдиком. Танк делает минус, делает размен. Больше здесь никого нет. Видимо, что норвежцы пока не рискуют, не рискуют ссуваться в малую комнату. Вот сейчас, возможно, кто-то высунется на Доси. Давайте посмотрим внимательно. Видимо, что ползет, ползет враг. Это, по-моему, у нас Калли. Да, это Калли. Вот он чекает через дым, все. Но, естественно, пока дым не пройдет, он никуда у нас не полезет. Поскольку он не самоубийца. Тем временем дается минус А. Эдик минус 2. Доси, он мог бы и пораньше выйти, на самом деле. Видимо, проблемы были с инфой. Но, тем не менее, все складывается вполне неплохо. Доси перетягивается под бэк-плант. Туда же идут и терроры, судя по всему. Да, Калли через зигзаг. И ПРБ у нас в малой комнатке. А Эвил с Эдиком контролит А-плант весьма пассивно. Ну, потому что Эвил держит очень агрессивно ковры. Ой, коты, извиняюсь. У нас с Тоси, Доси встречает двух врагов на бэк-плант. Смотрим за Доси. Минус 1. И ПРБ 1 в 3. Но можно пожелать им только удачи. Удачи тебе, ПРБ. Ставится бомба. Ну все, есть 2 по ПРБ. Сейчас Доси, видимо, даже не будет держать своих тиммейтов. Будет пытаться в одиночку кого-то затащить здесь. Чекит позиции. Ну, и тут уже просто ПРБ не ожидал, что Доси так близко. И что он у нас крадется. В итоге 11 раунд за сборной России. Россияне вырываются вперед. Что не может не радовать. 11-10 и 5 раундов всего лишь до победы. А снова мы видим поджим от Хуча. Его любимое действие. Его прикрывает танк. Тут же поджим снова малой комнатки. В общем, действия совершенно стандартные. Тем более, что у норвежцев отдача. Дигловая. И видим мы, что против таких раундов. В Затя Аркада они очень хорошо действуют. Тут уже отваливается Эдик. То есть, тут уже не относится к Аркаде. Просто немножечко не получается наших ребят добить. Оставшихся в живых норвежцев. Причем тут Хелзерк делают минус 2 в 2 ситуация. И все еще может вернуться весьма плачевно. 1 в 2. ПРБ. Смотрим за ПРБ. У него Дигл. Но есть по нему и ФА. Танк убивает. И 12 раунд за россиянами. Гоша, а если третья мапа, то какая? Третья мапа, в случае необходимости, будет карта Де Мираж. Сплит на Аплант. Пытаются сделать норвежцам калет по центру. Остальные нибудь имейты по котам. И 12-4 в 4. Врывается Доси в аркаду. Видим мы, что наши ребята стали играть очень агрессивно. В каждом раунде мы видим поджимы. Поджимы центра, поджимы зигзага. И почти в каждом раунде это себя оправдывает. Врывается куча у нас через скрип. Делают один минус, отваливается. И 12-2 в 2. Эдик с АВП. Танк с М. Ну и у терроров то же самое. Микки с АВП. Эдика посаживает на... Ага, прочекал. Прочекал он АВП. Эх, не поймал, не поймал Миккиса. И в итоге Микки сделает минус танка. 12-1 в 2. И здесь уже вряд ли, вряд ли у Эдика что-то получится. Бомба тикает слишком быстро. И Эдик уже просто решил ворваться с Виспом. Мне кажется зря на самом деле. Мог бы он свое АВП засейдить. Эдик уже был слишком рискованно. И мне кажется даже просто неразумно. Но это выбор Эдика. Главное, чтобы это не сказалось на финальном счете. Вот так я думаю. Отдача у наших ребят. Двое Архадьев по зигзагу. Двое у нас на Апланте. Делают посадочку. И мы видим жесткий сплит на Апланте. Через центр, через Каты. Доси, причем с Мкой. На Апланте видим мы снова. Что очень рискуют, рискуют. Россияне, но. В этот раз это себя не оправдывает. В общем, как в прошлый раз, когда Мку брал Эдик. То есть такие вот полузакупы, причем очень странные. То есть без поддержки от остальных тиммейтов. Просто Мка взят у одного человека, у остальных. И ребят. Неплохие позиции. Но опять же видим мы, что это. Не помогает. Плодов это не приносит. В общем-то счет меня немножко пугает. Он уже не такой хороший, как был. Ну, несмотря на то, что наши ребята взяли много раундов за терроров. Ну и поджим зигзага. Пока ничего интересного не происходит. Форн делает минус у нас на Апланте. Куча отваливается. Эйл размены. Танк. Минус. Хороший встреч от Доси. Ну, Доси, если где-то есть Доси, то будьте уверены, эта точка будет отбита, ну, максимально хорошо. Хеллзерк 1 в 3. Все-таки этот раунд, мне кажется, стоит записать в Актив Доси. Хотя, давайте пока еще не будем записывать его, потому что, кто знает, может быть, Хеллзерк сейчас затащит раунд. Но, надеюсь, этого не будет. Смотрим за Хеллзерком. Поджим уже от Эдика сзади. Причем остается у нас Эдика и Доси, то есть два игрока Москва 5. И благодаря работе на тимплее, я думаю, что у Хеллзерка ничего не получится, что мы и наблюдаем. 13-12 в пользах России. Всего 3 раунда до победы. Норвежцам, в общем-то, на 1 раунд больше 4 раунда. Так что еще у нас может все быть весьма-весьма непредсказуемо. А также я напоминаю всем, кто подключился к нам не так давно. Но в час ночи нас ожидает игра Украина против Швеции. Полуфинал. Так что не переключайтесь после окончания этой игры, если она вдруг случится прямо сейчас. Так что... Сегодня у нас еще впереди вся ночь. Хеллзер делает первый открывающий минус. Никто на это не отвечает. Минус был, судя по-своему, на центре. Танк контролирует Б-Плант. Ну и видим мы, что норвежцы у нас решили быстро не выходить. Они контролируют всю карту, контролируют позиции. Растянулись, дождались аркада танка по Банану. Убили. 2 в 4 контролирует в меньшинстве. Эвил на Апланте. И Хуч у нас поджимает зигзаг. Смотрим за Хучом. Или за Эвилом. Посмотрим. У него есть очень опасная и важная позиция была. Уже нету. Эвилова убили. С ним, в общем-то, они даже не церемонились. И Хуч один в 4. Один в 3. Ну, вряд ли Дмитрий Богданов что-то сможет противопоставить своим оппонентам из Норвегии. Уж слишком их много. И уж слишком много времени прошло после постановки бомбы. Они уже давно заняли все позиции, которые им нужны. С которыми им удобно будет отбивать Плант. Поэтому Дмитрий Богданов понимает это. И никуда не ломится. Просто ждет отходящих терроров, чтобы забрать Ганн. Забирает Ганн у Корна. Ну и теперь один в 2. Тут уже ПРБ просто перестреливает Хуча. Счет 13-13. Нас ожидает очень упорная борьба на последних 3-4-5, может быть даже 6-ти раундах. Ну и не 6-ти, конечно. Максимум 4. Это если у нас будет 15-15 и овертаймы. 2 плюс 5 играет норвежцы. Трое у нас под Аплантом. Двое под центром. И россияне жестко поджимают зигзаг. У них нет денег. Нет денег у россиян. Конечно, мы все знаем, что Россия бедная страна, но не настолько же. Ребята, висплин. Естественно, ох, Хеллзверк дабл. Дабл от Хеллзверка. Давайте посмотрим за Хеллзверка. Может быть, он сделает сейчас на минус 5 на хайлайт. Ну или минус 4 на хайлайт. Нет, не дает ему сделать ничего интересного. И в итоге 14-й раунд за сборной Норвегии. Все это весьма и весьма намекает на третью карту. Третья карта Деймираж. И лично мне не хочется смотреть третью карту, потому что, во-первых, нас ждет игра Украины-Швеция. Хочется ее нормально посмотреть. Но и все-таки хочется, чтобы Россия не трепала нам нервы, а все-таки уже дожала своих противников. И мы со спокойной совестью могли увидеть Россиян в полуфинале. Хуч поджим центра. Откидка флешек, дымов и отход обратно на центр. Тем временем тиммейта поджимает его с котов. Поджим с М, с Фамасом. По ногам. Ой-ой-ой, Дод сейчас как-то немножко криво сыграл. Отваливается еще и Эвил. И 3 в 5. Похоже, что... Похоже, что третья карта. Все ближе и ближе. Есть минус от танка. 3 в 4. Ну же, да, минус от хуча. Зашел просто замечательно в тайминг. Убил ПРБ. 3 в 3. Танк у нас на центре. Человек от центра никого не видит. Выход у нас через скрип. Эдик, ну же. Эдик минуса. Нет, Эдик не делает минусов. Отваливается. И 2 в 3. Сейчас очень важно мне отдать раунд. Очень важно. Хуч. Минус. 2 в 2. Танк с длины. Хуч с котов пойдет. Обходить. Нужно танк, чтобы выиграть время. Потому что Хуч идет в спину. Но его там контролит. Контролит хуча. Смотрим из хуча. Минус хуча. Великолепная игра Дмитрия Богданова. И Корн. 1 в 2. Сейчас главное не отдаться на Корна. Потому что, ну, такие великолепные киллы. А Дмитрия Богданова просто нельзя отдавать в никуда. Ну же. Минус от Корна. И 1. Ну же. Ай-яй-яй. Что ж творится-то? Корн. Минус 2. И 15 раунд сборной Норвегии. Несмотря на то, что Дмитрий Богданов просто великолепный минусанс раздал в предыдущем раунде. Минус 1. Минус 2. Это где-то еще, по-моему, был минус 3. Да, минус 3 от Куча, но... Эх, не получилось. Не получилось у наших ребят. И все, что они могут сейчас сделать, это взять 2 раунда подряд и вывести игру на овертаймы. Причем 4 дегла, Фамасы. Ох, это ГГ. Это ГГ на первой карте. И мы поздравляем норвежцев с тем, что они смогли переломить ход этой встречи и взять вторую карту в свои руки. Счет 1-1 по картам. И нас ожидает Деймираж. Фуф. Ждем третью карту. Далеко не расходимся. А мы пока ходим на музыкальную паузу. Скоро мы к вам вернемся. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.